Здравствуйте друзья мы движемся по Сан-Франциско и Светлана зачитывает вопросы там много-много маленьких вопросиков относящихся к диабету поэтому мы так будем по одному проходить там давай сначала общую часть вопроса что там меня зовут Денис я из Украины не самой безопасной ее части сейчас вынуждена живу не в родном городе давно смотрю ваши видео некоторых видео вы говорили что у вас диабет поэтому я думаю что вы немного в теме диабетом 1 типа болею больше 15 лет течение тяжелая компенсации добиться крайне сложно связь с этим делаю 5 инъекций инсулина в день суточная доза 85 единиц это очень много при этом уровень сахара измерять приходится минимум четыре раза в день последние два года стоимость лекарств и расходных материалов поднялась примерно в три с половиной четыре раза при этом инсулин которые должны выдавать бесплатно стали выдавать нерегулярно приходится искать его в аптеках или под заказы или докупать на свои кромные не умирать же в общем на необходимый минимум уходят уже очень ощутимые средства зарплата стоит на месте и и уже начинает не хватать при этом ее размер выше среднестатистической айти как-никак со всеми трудностями твердо решил переехать сша и попытаться легализоваться тут отдельное спасибо за видео с интервью с адвокатами очень прошу сделать широкий обзор темы жизни диабетика в сша может быть даже несколько видео ниже список вопросов которые у меня накопились и которые возможно помогут вам в раскрытии темы будет отлично если еще интервью удастся взять у кого-то с таким же заболеванием первое сколько стоит страховка покрывающая по возможному максимуму диабет остальное по необходимому минимуму насколько велика разница в стоимости с обычно недорогой страховкой дело в том что страховка как специально для диабета такой нет страховка покрывает разные значит нужды которые у человека могут возникнуть и с точки зрения страховой компании когда она смотрит на человека вот допустим него диабет есть и это мы уже знаем а завтра у него может появиться что-то чего у него сегодня например нет у него может быть могут быть проблемы с давлением и с почечкой печенью и с почками и переломы все что угодно может быть поэтому если расходы связанные с диабетом более-менее предсказуемые то расходы связанные с другими возможными заболеваниями сложнее предсказать и пошло и поехало давайте поэтому у вас не будет такой специальной страховки которая вот для диабетика самое оно вот будет обычная страховка света сколько стоит вот если покупать частным образом страховку нет предпринимать предприятия сколько будет стоить ну она же идет по возрасту а вот как раз молодой человек не написал сколько ему лет дело в том что у нас сейчас вот вышла с обама кером как раз послабление для людей у которых есть проблемы со здоровьем и это для них плюс потому что дешевле стоит не учитываются проблемы которые есть у человека а учитывается в основном его возраст но каждый год этот страховка уже может расти и страховки бывают разные то есть все зависит от того какую часть покрытия вы берете на себя платите своего кармана то есть если совсем мало доплачиваете то она будет дороже а если побольше доплачиваете она будет дешевле в этом смысле это удобно потому что это предсказуемый риск то есть если вы знаете например что там вам нужно купить лекарств там я не знаю за один месяц условно говоря если он уже знает что есть диабет и ему нужно на год допустим там на 20 тысяч лекарств или на 10 да то он уже может брать там абсолютно там скажем какой-то минимальный или наоборот максимальный дедакт в зависимости от того работает но понимаете да это если вы работаете вот в чем в чем тоже есть плюс если вы приехали в америку легализовали если вы здесь работаете то вы получаете страховку от компании да и чем больше компания тем у нее лучше страховки и там может оказаться что вы там доплачиваете может быть там совсем чуть-чуть смешные деньги смешные деньги и у вас все покрыто то есть речь нет вопрос задавал так если я сам покупаю страховку да вот сколько она мне будет стоить но я как можно сказать когда неизвестно сколько лет я не знаю 30 лет 20 лет откуда я знаю это специальные эти самые агенты смотрят по системе по базе данных какая страховка какое покрытие сколько лет одна компания у нее одни цены какой-то порядок вот допустим я могу сказать что вот наша со света и страховка она стоит по 1000 долларов на человека но это сам месяц месяц это самая лучшая какая вообще в природе есть страховка который можно купить частным образом нет предприятия но это не значит что мы ничего не платим из кармана мы еще каждый визит к врачу платим мы копеечку небольшую но мы при этом все-таки 60-летний и у меня уже есть этот диабет там и все так поэтому что я хочу сказать что молодому человеку это может стоить я не знаю может быть 500 долларов 40 до такого плана месяц второй вопрос какой про страховку про мед про диабет стоимость инсулина можно ли купить в аптеке нужен ли рецепт вы знаете что мы никогда так на свободном рынке не покупали потому что все таки если прийти к врачу он даст дело в том что нельзя купить без рецепта инсулин ты уверен нельзя его можно у нас вообще в америке очень большие ограничения по части лекарств которые можно купить без рецепта и с рецептом да мало того страховка и поскольку лекарств очень много разных от одного там диабета может быть десятка разных лекарств поэтому некоторые страховки они покрывают одни лекарства не покрывают другие и это целый идет борьба пока врач вот убедит их ваш нужно покупать на вопрос о покупке инсулины почем стоит значит мы снимаем поскольку свободно свободно в рынке он не продается вы пойдете к врачу он вам даст значит рецепт если вы не работаете если вы нелегально вот первые 6 месяцев в стране вы нелегально значит вы пойдете есть места куда вы придете у вас и врач бесплатно вас посмотрит и инсулин вам бесплатно дадут то есть такие места тоже есть и у нас есть видео про медицину в сша в случае когда у тебя нет денег и в это когда-то готовила серьезную презентацию у нас есть такая такое видео довольно продолжительно на час и там вот все вот вот медицина когда нет денег ничего смотрите следующий вопрос сколько стоят глюкомеры и тест полоски к ним помогает ли страховка значит они вообще-то в магазине не дешевые но если получаешь их по страховке то они совсем очень копейки стоят и потом каждый месяц там можно накупать все вот эти стрипы да никаких они вообще не безумно дорогие тоже ну они пойти вот все что меняемое но все довольно таки дорогое если покупать в магазине как происходит ежегодное профилактическое лечение осложнений ой вы знаете что у нас нету такого профилактическое лечение осложнений у нас есть просто лечение и все и что значит лечение осложнений ну может быть может быть есть какие-то ситуации о которых мы с твоей понятия не имеем да мы не знаем но у нас нет вот именно профилактическое лечение осложнений у нас такое понятия нет как профилактики в этом смысле большое отличие америки от всего остального потому что профилактически здесь делаются только прививки от гриппа ну света не надо обобщать значит когда вы идете к врачу на а потен и он смотрит на ваши анализы. И там довольно много всего. Он запрашивает и он говорит. Это все имеет профилактический характер, в общем-то. И он говорит, что вот тут бы вам желательно воздержаться, а вот тут бы вам желательно вот что-то. Это все профилактическое. То есть, вы избежание осложнений, вы избежание ухудшения состояния и так далее. То есть, как бы оно все профилактическое. Ну, с диабетом примерно раз в три месяца нужно ходить к врачу. Ну, вот я хожу раз в три месяца. Раз в три месяца делать анализы. Ну, это помимо того, что ежедневно там делается на сахар анализ, да, тест. Но помимо этого, раз в три месяца, там делается более общий анализ, чтобы посмотреть другие показатели. Ну, у меня второго типа. Я анализ, я кровь беру раз в день, обычно, это вечером перед сном. Но могу с утра. То есть, зависит от того, исследую ли я какие-то там влияния и так далее. Может быть, чаще. Да. Покрывает ли его страховая в Украине, это не страховой случай. Ну, у нас как я уже сказала, что лечение осложнений, оно ничем не отличается от просто от лечения. И точно так же покрывается как все остальное. Как именно подлечь капельницу, укол, таблетки? Ну, у нас в основном-то таблетки. Нет, подсвета. Он, может быть, говорит о чем-то, о чем мы даже дай бог не знать. Есть ли обязательное наблюдение у врача? Постановка на учет, как в Украине. Если есть, то обязательно ли оно? Страховой ли это случай? Ну, понимаете, как? В Америке ничего обязательного нет. Если вы хотите как-то наблюдаться, а может, вы хотите лечиться у китайцев? Никто вас не заставит. В хиропракторах? В хиропракторах, да. Никто не заставит, поэтому это в ваших интересах найти себе врача. Это ваш выбор, конечно. Есть ли ограничение на ввоз инсулина в США для собственных нужд через границу? Этого мы не знаем. Это очень специальный вопрос. Есть ли сложности или ограничения в получении водительских прав для диабетиков? Если только диабет не влияет на зрение. Потому что там не говорят, что ты диабетик, мы тебе не дадим права. Но вы должны пройти тест. Нет, но если человек в кому может пасть на дороге? Свет, да тут 40% диабетиков. Ты что, за рулем? Ну вот мы-то не знаем настолько. Инвалидность при диабете, ограничение в видах работ, пенсия. Что из этого есть в США? Ну если есть инвалидность, то несущественно из-за чего произошла инвалидность. Ну я, не дай бог, конечно, но вот допустим, если человеку ампутировали там, я не знаю, стоп и ног из-за того, что у него диабетическая вот эта вот, да, кровь там не ходит. Есть слово, я у меня вылетел из-за. Невропатия. Да. Так он инвалид, это же не важно было, это из-за диабета или он там под поезд. Ну понимаете, как ограничение почти на все виды работ с физической нагрузкой. Здесь опять все себе ограничения человек сам себе устанавливает. Не то, что там, конечно, он не пойдет грузить вагон, если у него ног нет, правильно? Нет, имеется в виду, что работодатель может может сказать, я диабетика там первого типа не беру на эту работу. Я такого не слыхал. Наверное, в армии есть какие-то ограничения там, еще что-то, но вот я никогда не слыхал, чтобы компания об этом сказала вслух. И я не знаю ни одного диабетика, который бы пожаловался, что его не взяли на какую-то работу. Из-за диабетика. Из-за того, что он диабетик. Или ему сказали, его спросили где-то, диабетик он или не диабетик. Вот я таких людей не знаю. Ну вот следующий вопрос легче. Есть ли в супермаркетах отделы с продуктами для диабетиков? Есть очень много. Есть. Я скажу, что когда мы вот по Европе гуляли, ну вот скажем так, по Германии, Австрии, Франции в гораздо большей степени, чем, например, там где-нибудь в Италии. Но, тем не менее, там я аж раззавидовался, там такие обширные отделы были с диабетическим всяким питанием. По сравнению с Америкой, я бы сказал, что в Европе, конечно, ну покруче намного, так прямо видно глазом. Вот. Но есть, есть, конечно, есть. Кроме того, что вы можете там на интернете покупать, то есть не обязательно, чтобы оно было на полках, но есть довольно много. Как с доступностью инсулиновых помп? Автоматические дозаторы инсулина. У нас есть у знакомой, у которой первый тип диабета, у нее есть такая помпа. Доступность, очевидно, там какие-то тоже зависят от страховки. Видимо, доступность, имеется в виду цена. Ну да, я думаю, что страховка что-то покрывает, что-то может быть нужно доплачивать. Но еще раз, если, понимаете как, вот допустим, есть человек, у человека есть там, не знаю, диабет, он зависит от инсулина, он зависит там еще от чего-то, и он может прийти и бесплатно получить. Он может быть нелегалом, и ему дадут. Но есть какие-то ограничения на то, что можно так получить, а что все-таки требует там чего-то, там денег или там страховки или так. Поэтому может быть помпа сама требует чего-то, ну как бы, например, чтобы страховка заплатила. То есть бесплатно не дадут, например. Не, ее вживлять надо как-то. Ну, это отдельно, да. То есть я думаю, что вот это, наверное, просто так не дадут. А инсулин дадут. Вот, но я так понимаю, что если человек хочет уже ехать в Америку, то у него существенный вопрос, на самом деле, это как он протянет первые полгода, пока он не может работать легально со страховкой. Потому что когда он уже будет дальше, он будет дальше искать работу исключительно такую, где есть страховка. Уже не важно, сколько там платят. Это может быть, например, магазин какой-то, он может быть там продавцом или на складе, там или что-то. И там уже будет нормальная страховка, и дальше уже будет плясать уже с этого места. Но первые 6 месяцев, значит, ему нужно понять, где он возьмет этот бесплатный инсулин. Безусловно, он с собой может привезти инсулин. Если вы диабетик, так, и вы едете в поездку, вот вы, допустим, въехали в страну по туристической визе, и потом подали на политическое убежище. Но если вы турист, и вам визу штемпеляют на полгода, у вас должно быть на полгода инсулина, или как? Поэтому, если вы показываете, вот у меня шприцы, вот у меня там инсулин, вот у меня, не знаю, там рецепт покажите, или там выпьи сколько-нибудь, если вдруг дойдет до этого. Я никогда не сталкивался с тем, чтобы меня где-то тормознули во время поездки, за то, что у меня есть шприцы, за то, что у меня есть инсулин, за то, что у меня есть там еще кое-что, другие лекарства. Никогда никто даже не посмотрел в эту сторону. Я не знаю, сколько он, если он так в коммерческих количествах везет инсулин, это может удивить. А так, если он для себя. На 6 месяцев тоже много. Какое отношение в компаниях к особому графику приема пищи сейчас на работе и подъедают 3 раза в день в течение рабочего времени? Это на самом деле совершенно нормальное явление. Дело в том, что здесь даже в крупных компаниях, там, где есть кафетерии, им можно вроде бы пойти покушать в обеденный перерыв, но очень многие люди не ходят в эти кафетерии, а носят еду с собой в коробочках. Коробочек большое разнообразие, они стеклянные, с закрывающимися крышечками любого размера. Эти коробочки можно погреть мокровые, иметь себе горячую еду. Да, столько раз в день, сколько ты желаешь, и никому до этого нет дела никакого. То есть народ питается совершенно свободно. В свое удовольствие. Да, то есть никто вас в этом смысле не тормойдет. Понимаешь, как, если это горячий цех какой-то, может быть, там есть проблемы, но если это офисная обстановка, то никто слова не скажет. Ну, это IT-то, типа, вообще. На вас одна надежда, так как в интернете на этот счет информация не совсем полная, местами очень разные, одни утверждают, что страховые покрывают чуть ли не все, когда другие говорят, что страховые полностью отказывают от страховки диабетикам, хотя вроде уже из-за Обама-Кер стали страховать. Ну вот, с Обама-Кер вроде бы, да, сейчас немножко стало полегче, а что касается покрытия, это очень сильно зависит от той страховки, которую вы покупаете. Давай я объясню товарищу, почему одни говорят, что страховка покрывает все, а другие говорят, что она вообще не продается. Дело в том, что до Обама-Кера, значит, страховка, которая была индивидуальная, ее было очень трудно получить, потому что компания страховая, когда человека берет, она его выкинуть потом не может. Поэтому они старались брать здоровых людей. А если человек, например, уже с болячкой, они такую цену давали, что ты и сам не возьмешь. То есть, очень маленький процент населения был покрыт индивидуальными медицинскими страховками. То есть, если было, то от предприятия. Значит, а уже если у тебя страховка от предприятия, то она нормальна, она практически там все покрывает. Кроме того, когда ты берешь страховку от предприятия, у тебя есть возможность варьировать дедактабл. Вот это вот, да, то есть, та часть. Сколько платишь из кармана, другого говоря? Да, сколько ты из кармана платишь в разных ситуациях. Вот к врачу пришел, завезет, сколько ты платишь. Или, например, сколько ты должен отдать из кармана, прежде чем страховка начнет платить. Ну и так далее. В зависимости от этого месячные платежи очень сильно. меняются, но с точки зрения покрытия, у тебя там, да, почти все покрыто. Поэтому одни люди говорят, да, страховка все покрывает, и это правда. Вот у меня страховка там практически все покрывает. Но мы за нее платим как бы сами. Вот. А если страховка индивидуальная, вот как раньше она была, просто не продадут. А так как она сейчас, значит, продадут, пожалуйста, и тоже будет все покрывать. Вот. Но еще раз, в руках человека находится инструмент подкручивания, настраивания страховки своей на то, за что она платит, за что не платит, сколько стоит это. То есть вот несколькими переменными, которые он устанавливает в своем страховом полисе, он может сильно регулировать цену. Вот так примерно. Значит, еще есть вопросы там? Нет, все. Все, мы закончили про диабет, но я тебе скажу так, Света. Я чувствую, что мы, наверное, многие вещи не сказали, и, наверное, надо нам кого-то найти с диабетом. Причем, я думаю, что надо найти с диабетом первого типа, и не того, кто здесь уже много лет живет. У нас есть там в голове пару человек. Наверное, не их надо, а, наверное, надо тех, кто недавно приехал и, может быть, был на нелегальном таком положении. Какое-то время. А вот мы сейчас так сделаем. Мы попросим ребят, которые нас слушают, если вы сами были в этом положении, или вы знаете кого-то, с кем можно было бы поговорить, то очень было бы здорово такого человека либо к нам в офис, если он местный, на интервью, либо по скайпу, если он не местный, и чтобы человек поделился, потому что это на самом деле исключительно важные вещи, которые для многих людей, для человека с диабетом, это может быть ключевым в принятии решения, о том, ехать, не ехать, как ехать, чего ехать, что с собой и так далее. Я думаю, что это на самом деле очень-очень важный вопрос, и я принимаю на себя обязательство эту тему развить и довести до такой, ну, близкой к предельной ясности. Спасибо тем, кто слушал, и десятикратное спасибо тем, кто откликнется с рассказом о том, как это реально можно сделать. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!